по этой дороге мы приехали по этой реке мы плывем дальше то есть какая красивая локация холмы фурганы и река волга много места стоянки а вот под елочкой очень красивое место наш небольшой базовый лагерь тенечки утро первого дня первого дня отдыха городской суеты от забот от проблем с выключенным телефоном остается у нас только видеосъемка вот мы стартанули перед нами большая большая длинная река и очень красивые берега высокие берега разнообразие растительности птичек всяких разных прикольных далеко далеко километров 70 нам предстоит примерно проплыть два дня и погода шикарнейшие смотрите маленькие облака солнце не очень жарко время еще 11 утра мы стартанули впадает какая-то небольшая речушка волгу очень красивая церковь там позади шикарнейший вид для усадьбы стояла и нас разгоняет 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 маленький перекатик смотрите какой скорости мы плывем километров до 10 мы разгоняемся и здесь ребята восхищение то есть то быстро то медленно огромные птицы в небе не знаю сколько это видно на камеру то журавли летали и орлы летали очень много разной живности птицы постоянно поют лягушки мне кажется это аист огромный огромный аист и вот нас сейчас побыстринки выносит к такому панорамному виду и шикарная погода вообще ветра нет нет ветра легкие легкие облачка смотрите как красиво кто хочет тот гребет я сегодня не грибу я сегодня только рассказываю разные истории мы постепенно подплываем пещерам здесь будет лисичка и пещера ледяная там будет большая остановка а мы наберем воды вода рыбки плавают очень красивая местность здесь будет два плато верхнее плато и нижнее плато очень красивый берег смотрите какая красота и вот рыбак впереди тишь гладь благодать кайф шикарное течение шикарная река очень высокий уровень воды и мы подплыли к пещерам сейчас я поведу ребят на небольшую экскурсию пещеры шикарный вид сперва плато на волгу и вот он вход пещеру лисичка пещера лисе и лисичка народе сейчас полезем внутрь покажу что там внутри большой обзор у меня есть на видео на ю тубе можете посмотреть вот такая настоящая пещера набрали воды в ручье и отплываем дальше по течению реки волги примерно часа через полтора у нас будет обеденный перерыв приготовим речку с тушеночкой очень вкусные на костре красивый берег проплыли мы на данный момент примерно 10 километров и до обеда нам километров пять еще проплыть течение и к двум часам дня редкое облако дает нам немножко тенью вот я надеюсь на нас догонит до пол третьего и ним мы наверное пойдем посмотреть как тень идет сила тишина ни одной деревне пути никого нет только птицы ребята пытаются научиться грести по течению быстренько такая небольшая небольшая деревенька плывем вот нас сейчас толкает остров прямо посередине волги утро второго дня локация на высоком берегу реки волга теньки вот такой вот березы и деревья то есть сейчас 8 утра солнышко пока дает поспать но всем все отдыхают я уже готовлю завтрак потому что надо выдвигаться сегодня нам предстоит очень много проплыть впереди и лес смешанный сосновый лес и куча птиц как обычно вот в этом красивом месте мы ночевали цветочки желтенькие и стартуем опять вниз по в реке погрузились распихались утрамбовались и на старт время 10 волга примерно такой ширины везде проплываем интересное место смотрите высоченный песчаный берег и прямо размывает грунт и деревья растут на песке открытом песке высота берега наверно с пятиэтажный дом есть не больше и везде лягушки и идеально чистое небо идеально гладкая вода течение примерно два с половиной километра в час если подгребать километров до пяти до шести удается разогнаться проплываем шикарнейшее место домик отшельника и вот такая вот красота огромное место для стоянки для кемпинга на заборчик какой-то бытовочка стоит и вид на волгу прекрасный везде березы очень красиво и все в тенечке проплываем один из десятка водопадиков которые нам уже встречались по пути смотрите как красиво сброс воды с полей и огородов и журчание ручья и птички поют волга очень широкая сложно найти тенистое место где вдоль берега вот так стоят деревья можно немножко спрятаться от палящего солнца и вот такие живописные берега высокие-высокие берега с высоким лесом постепенно переходят в равнину и это смотрится достаточно интересно много птиц вот летят журавли например два больших журавля вы можете наблюдать на камеру много орлов много разных чаек разных видов сортов дальше там берем смотрите вода вообще без каких-либо колебаний течение снижается наступает момент когда можно испытать весла в деле в роли оператора и рассказчика когда мы устаем грести мы просто плывем по течению и нас разворачивает и показывает панораму на 360 градусов а вот какая деревенька была над лесом парит огромный орел и вот два кургана памятная табличка здесь видимо какое-то место исторической ценности может быть похоронены либо древние кинезья либо древние воины что такое и разные птицы постоянно вылетают мы вышли на равнину там впереди вигвам тоже какой-то туристическое место видимо нас постепенно все равно движет течение средняя скорость если не грести порядка двух с половиной километров в час а так мы где-то километров до пяти может быть даже до 6 разгоняемся на веслах то есть за день можно пройти от 25 до 35 километров в зависимости от вашей физической подготовки можно и больше но надо тогда раньше просыпаться и позже остановиться стоянку на стоянку хочется всегда стать пораньше чтобы пожечь костер приготовить мясо и отдохнуть и вот вода бездонная гладь и шикарнейшее небо но после обеда видите постепенно начинает собираться облачка и скорее всего завтра будет уже погода дождливая погода ветреная уже так не поплаваешь свое удовольствие наткнулись на группу островков на реке и маневрируем между ними это самое интересное потому что здесь достаточно большая скорость течения и разная альтернатива выбора можно вот туда вот заплыть можно вот сюда вот заплыть то есть много разных путей обхода такие прикольные островки там посередине пляжек песчаный можно выйти и позагорать или сделать остановочку и очень быстрое течение здесь можно не грести здесь главное подруливать знаете какая быстренько очень красивая местность и впереди опять на звезд лес там можно будет сделать обеденную остановку потому что время уже ближе к обеду постоянно разные берега сменяют друг друга впереди смотрите какой интересный берег очень высокий типа лысая гора и только наверху небольшие сосенки и вот только что мы проплыли два кургана вот эти настоящие курганы вероятно здесь похоронены воины древности заросшие два кургана правильной формы местность очень разнообразная на страны поле заросшие другой стороны очень очень высокий берег будем сейчас искать место для остановки какой-нибудь песчаный пляжик небольшой будет обед очередной небольшой остров посередине волги и по быстрому протоку полностью оплываем и стремимся вперед на разворот до нас крутит и впереди опять лес с местность меняется достаточно интенсивно то поле то такие подмытые высокие берега то очень высокий берега где лес проплывая мимо увидели шикарнейший пляж здесь сидел цапля большая не успел снять там вот островок здесь вот пляж можно искупаться позагорать пообедать и шикарный вид на деревья там коттеджик очень красивое место хорошее течение тепло сейчас будем делать обед время два часа дня наконец-то мне удалось это снять цаплю на берегу в ожидании рыб и лягушек стоит цапля да сейчас возможно взлетит когда нас увидит смотрите такая достаточно большая крупная птица вообще никак не реагирует вот взлетела до снимая впереди тоже интересный берег заросшие соснами и размывает его волнами и по-прежнему поле лес разная растительность очень красиво и погода шикарная спровождает нас все это путешествие очередной большой остров посередине волги чему-то вся острова мы опрываем с левой стороны и впереди очень резкий поворот чайки нас атакуют время четыре часа мы примерно уже наметили где мы будем выходить и вот нам осталось доплыть буквально десять километров до финиша впереди очень красивый лес и где-то километров через десять будет деревня где очень удобный выход к воде и нас заберут одна из речных остановок куда причаливал советское время катер ракета на подводных крыльях раньше по волге ходили катера в разные города старец во ржев и можно было вот на этой остановочке выйти и прокатиться до твери или достариться например волга широкая полноводная время уже к пяти вечера луна сходит и мы практически приплыли необычный поселок самостроя на берегу волги здесь нет никакой деревни на карте просто люди приезжают и строят себя для отдыха такие вот сыроюшечки мы практически приплыли наш назначение впереди там будем на берег выходить двухдневное путешествие подходит завершению